Как в настроении покупать гитару? Трем Друзья, всем привет! Сегодня у нас блог о том, как я буду покупать себе новую акустическую гитару Та гитара, на которой я играю, ей уже больше 15 лет И она такая видавшая виды, так скажем И восстанавливать ее не факт, что будет разумным решением Потому как сама по себе эта гитара, она изначально была не самого лучшего качества И проще и, наверное, грамотнее будет просто купить новый инструмент Который будет уже с подключением, со звукоснимателем Я считаю, что очень важно перед покупкой инструмента Прийти в магазин и пощупать ее вживую Потому что личные впечатления от звука, от эргономики этого инструмента Они всегда очень сильно могут отличаться от обзоров на том же Ютубе, который он может посмотреть К сожалению, мы зашли не в тот магазин Это оказалось в магазин электрогитар Поэтому мы направляемся, но благо он близко к магазин акустики Попытка номер два Надеюсь, что это тот магазин Здравствуйте Здравствуйте Я брал Это ДТС ДТС Вот он, массивный СЖМ Да, да, ДТС Вот я выбрал несколько претендентов Первый из них это Sigma GMSG-45 Копия 45-го дредноута от Gibson Очень сбалансированный звук, мягкий такой Без особенных перекосов Звучит приятно Но, правда, гриф широковат Спасибо за внимание Поиграй немножко пальцами. Играет музыка. Как впечатления? Впечатления хорошие, могу сказать, что гриф широковат для меня, может быть чуть-чуть. Но в целом очень приятное сбалансированное звучание. Пробуем другую. Второй претендент это Sigma DT-28H. Это копия мартинского дреднота. Тоже очень классная гитара. Гриф мне нравится чуть больше. Чуть более тонкий, более слимовый. Он был более яркий такой, чуть более богатый абертонами в верхнем диапазоне. Но менее такой мягкий, менее глубокий, я бы сказал, чем у James Ruppert. Не знаю, нравится она мне больше, чем та или меньше. Может быть в каких-то смыслах чуть больше, но глубины у нее явно меньше. Играет музыка. И вот такая модель SDM 18E. Она самая дорогая из всех, которые я пробовал. Она стоит сейчас 94 тысячи. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Да, это конечно очень сильный конкурент. Я даже боюсь подумать, что было бы, если бы у меня были эти 94 тысячи. Нет, очень классная гитара. Главное, что здесь есть подключение. И она очень-очень богата, круто звучит, сбалансированно. Вот у нее есть глубина, которой нет D28. И у нее какая-то есть вот такая упругость в звучании. Что мне очень нравится. При игре всяких рифов, таких вот каких-то прикольных ходов. Классная гитара. Еще один претендент на покупку. Бюджет 76 тысяч. Гитара DM SG5. Очень прикольная копия Hummingbird. Звучит интересно. Не так глубоко и проработано, как предыдущая Sigma. Но тоже прикольно. Очень-очень даже. Это вариант в черном исполнении. Вот. Лично мне нравится больше. В общем, выглядит прикольно. Это. Да. Твердый спорт. Ну, всё, конечно. В общем, это так. Что я так скажу? Н Zak. Ребята, это уже Мартин, стоит 240 тысяч. Но предлагают рассмотреть вариант. Субтитры добавил DimaTorzok Да, это Мартин, что сказать. Очень классно. Далее ребята еще одну гитару посоветовали, как альтернативу Мартину. Нет, не за миллион, слава богу. Это Taylor 414CE. Она с подключением. Сейчас послушаем. А как, что сколько стоит такая? Двести восемьдесят одно. Она дороже даже. Да. Но там есть звукосниматели. Понятно, понятно. Это четырехсотая серия, тоже сделана в Америке. Гитара американская. Все гитары с кейсами. Двести восемьдесят. Да. Она дороже всегда сделана в Америку. Профуcialеты. Очень классно, очень классно. Даже, наверное, лучше, чем Мартин. Но у него еще и звукосниматель есть, так что тоже плюс. Ну и финальный вариант. Ребята подогнали, как всегда, спасибо гитарогому клубу. Гитара стоит 300 тысяч рублей. Даже не знаю, что сказать, потому что сейчас на ней поиграл. И ощущения такие, что это то, к чему я шел всю жизнь. Гитара стоит 300 тысяч рублей. И пришли к тому, что я ни на чем не остановился. Потому что, как вы понимаете, гитара за 70 лучше гитары за 50. Гитара за 150 лучше гитары за 100. Гитара за 300 лучше гитары за 240. Поэтому на такой позитивной ноте я с вами прощаюсь и ухожу в раздумья. После нескольких часов игры и обсуждения и мысленных каких-то пространств я пришел к выводу, что покупать ДТ-1 вообще нет смысла. Потому что звук, конечно, так себе. Покупать ДТ-28, которая за 53, тоже смысла особо нет. Почему? Потому что в ней нет звукоснимателя. И ставить звукосниматель — это плюс еще, может быть, тысяч 15-20. Стоимость гитары уже будет около 73-75. Еще я послушал «Хаммингбёрд», копию «Хаммингбёрга» от Sigma. Тоже, как вариант, можно рассмотреть, но она глуховата. Она глубокая, она мягкая, но она глухая. Что мне тоже не особо нравится. Играл бы я на ней — тоже вопрос. Вот такой вариант. Это Sigma SDM18E. Стоит 94. Мне очень понравилось. Конечно, я сейчас расскажу про сравнение с Мартином. Но это очень классный, такой вот сбалансированный вариант. Она довольно хорошо звучит, она сбалансирована. Она, конечно, не имеет такого объема, такой 3D-эффекта, как Мартин за 300, но она очень даже классно звучит и имеет подключение. Она хорошо сделана, она как бы приятно держать в руках, приятный гриф. Вот еще последние два идут по возрастанию. Это Taylor 414 CE. Классная гитара. Мне понравился гриф. Очень классный, удобный гриф. Практически как у электрогитары. Есть подключение. Звучит очень сбалансированно. Мне понравилась она. Прям ровненькая такая. Нет особо каких-то выраженных, явных, там, высоких частот или средних. Она прям такая ровная. И самый топ на сегодняшний день – это Мартин D-38. Стоит он 294, что мне сказали, 95. Этот вариант, конечно, для меня является эталоном, но на данный момент надо подумать, надо хорошенько подумать. Прежде чем делать такие покупки, естественно, она звучит просто, ну, это… Ты сразу переносишься в какой-то другой мир, когда ты слушаешь, когда ты играешь на этой гитаре. Ты просто… Ты улетаешь с Земли на другую планету просто, и все. Вот мои впечатления на сегодня. Хочу вам только сказать, что прежде чем что-то покупаете, поиграйте сами, составьте свое собственное мнение, только после этого берите. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Оставайтесь с нами, как говорится. Всем пока.